Народ, приветствую вас в путешествии. Есть время немножко поговорить и хотел бы излить душу свою. С первых дней войны Украинская Православная Церковь отправляла своих прихожан, своих детей защищать Родину. Объявила невероятно сильную сплоченную молитву и делает это по сей день. Поддержка финансовая, духовная, психологическая. Батюшки эвакуируют тысячи людей. Идет кормление беженцев, переселенцев. Ютим как можем. Работаем просто 24 часа на 7. Не убегают архиереи со своих епархий. Сидят в многоубежища. Ну, нас народом церковь своим. Вы помните, совсем недавно одна депутатша подала законопроект о запрете изъять имущество нашей церкви. Президент Зеленский строго-настрого снял этот вопрос и сказал, что вообще-то нельзя поднимать. Казалось бы, да, что нужно объединенной работы, спасать страну. Сейчас надо с пассивной разобраться, да. Куча проблем. Голод впереди. Гуманитарный кризис страшнейший. Но есть другие вопросы. Открылся второй фронт. Жгут храмы, захватывают. Именно физически, с автоматами вооруженно забирают храмы. Прихожане, священники на земле плачут, падают. Просто страшное горе. И казалось бы, да как такое может быть? Как такое может быть? И одни разрушают храмы, убивают нас, благословляют свои воинства о захвате нашей Украины. Священники Русской Православной Церкви называют у нас уже как могут и бендеровцами, и фашистской националистической нацистской церковью. И что хочешь. И наш отец Андрей, бывший к Лире, в 2014 году сбежал с Одесской парки и сказал, что СБУ его преследовало. Уехал служить на Воробьевые горы. Не остался со своей паствой, кинул на всех. И не позвонил, не поддержал ни разу со все время. Хотя за 2014 года в Одесской парке осветило десятки храмов. У кого жило сотни священнослужителей. Церковная жизнь на самом высоком уровне. Когда можно было служить, и человек сбежал. А сейчас пишет нашим священникам, пишет нашу епархию, всякие гадости. А другие захватывают храмы, избивают нас, бьют. Катастрофа. Катастрофа. Патриарх Кирилл благословляет воинство, благословляет все эти действия страшные. И просто как Христос попали в фазу предательства. Распятие. Просто уничижение. И вот ПЦУ с первых дней вообще исчезло вообще. Вот война началась, они вообще исчезли. Никто не понял, где кто ехали. Потом приехали, поняли, адаптировали, что нужно заниматься своим делом. Начали захватывать храмы. А самое, знаете, интересное, что вот сейчас Великий пост. Сейчас идет война. А на днях споймали наместника монастыря ПЦУ. Абсолютно в нетрезвом состоянии, в комендантский час. И он абсолютно уверенно говорил, что он машину завтра заберет. И права заберет. И все, у него будет хорошо. И я вот думаю, Господи, как такое может быть? Что происходит? Просто как Христа распинаем. Сегодня позвонил своему другу, дяде Вове, который болеет раком. Я просил у вас за него молиться. У него рецидив, это стазы, химия, операция. И мы, знаете, просто уже начали просто смеяться. Я говорю, Владимир, ну что сказать? Господь нас так любит. Он нас так любит, что он нас очищает, как золото, огнем, огнем страданий. Это тяжело. Это непросто. Но другого у нас не дано. И Господь это прошел, терпел и нам повелевает. И что хочется сказать? Грустно, жалко людей. Какая была красивая, цветущая украинская православная церковь. Сколько архиереев, какое блажение у нас святой человек. Владычник Агафангел. Какие проекты, какие строки, какие мысли были. Православная церковь, школы открывать. Сколько монастырей открылось. Сколько проектов было, которые объединяли людей в крестных ходах. Много тысяч, сотни тысяч людей приходили в Киеве. У нас десятки тысяч в Одессе. Какая благодать была. Ну знаете, как было хорошо. И теперь они с одной стороны убивают, грабят, уничтожают, мародерствуют. Обзывают нас. И конца края этого нет. И теперь внутри началось. Я всегда вспоминаю фильм Поп. Когда они вышли на крестный ход, пасхальную ночь. И вот стоят фашисты, собаки, гавкают. Они ходят и поют воскресенье от твоей Христи Спаси. Я с такими слезами смотрел на это все. И знал. Вот честно. Я знал, что впереди ждет нас тоже такая самая история. И эта Пасха, по сравнению с коронавирусом, это будет что-то нечто. Дай Бог дожить до Пасхи. Дай Божьи силы. Давайте молиться за наших христиан, чтобы мы все выдержали. Я был недавно у духовника. А он говорит, надо молиться. Вот просить Господа на каждый день. Господи, после утешения. Дай силы. Дай пережить все это. Я не знаю, я когда смотрю на страдания людей. Переселенцев, беженцев, мертвых детей. Вот этих несчастных всяких людей, которые погибли по всей нашей стране. Солдаты. Вот молодые же люди. Я смотрю в ТикТоке, сколько есть смешных, веселых, задорных. Я думаю, зачем это все? Зачем ложить в землю цвет нации? Зачем это все? Неужели нет других выходов, чтобы люди пережили, как-то договорились? Мы же совсем недавно, 80 лет назад пережили апокалипсис всемирный, когда тысячи жили людей, концлагеря, фашизм, этот национализм. Что пережили? Зачем это все? Мы же пережили. Мы же пели одни и те же самые песни. Мы же выросли на том, что война это зло. Мир это главное. Что победа это счастье. Но за победу мы заплатили очень страшную цену. И сейчас непонятно для чего, зачем. И это очень страшно. И я смотрю на детей. У меня лука, он бегает, автомат, война, бомбы. Я не могу его по-другому перекрутить, потому что ребенка не обманешь. Я читал про Крылова и про Ельский город, где Пугачев восстание свое в России поднял. Так там дети тоже играли. То же самое. И как раз накануне войны я читал и думал, что дети вот играли в войну. Пока вот военные действия не пришли, дети перестали. Вот когда, кстати, я в Непр ездил, рассказывал, что дети сидят и так... Они сидят, играют военную тревогу, бомбы падающие. Это, конечно, катастрофа. Это все такой ужас. Душа разрывается, друзья. Я не знаю, как у вас, я уверен, у всех. Я когда смотрю эти видео, когда там и военно-пленных убивают, и все, и крови реки. Я человек, я понимаю, что я до мозга костей мирный человек. Что у меня в голове нету желания смерти. Да, вот у людей там война, там где-то происходит. И потом, или у меня вот происходило, я бы никогда не пожелал другим людям. Никогда в жизни. Вот мой друг, парикмахер Андрюша, рассказывал, что люди с Мариуполя приехали сейчас в Одессу и боятся на улицу выйти. И людей просят, чтобы с ними сходили в магазин. Господи, дай это все в силу пережить в этой страшной битве. Дай Боже нам силы. Друзья, прошу молитву, прошу не унывать, бодруствовать. И знать, что Бог послал нам страшнейшее испытание. И не просто так это в посту, и не просто это так перед Пасхой. Дай Боже, чтобы с Пасхой пришло избавление скоро и войны, и душевные все. И потом как-то будем потихонечку восстанавливать страну, рожать детей без остановки, усыновлять, строить и радоваться каждому дню. По-настоящему переоцени все, что счастье не в деньгах, не в машинах, не в дачах, не в понтах. А счастье только в одном, в том, что ты живешь, в том, что ты можешь дышать, в том, что у тебя есть родители, семья, дети, друзья, что ты можешь ночью спокойно поспать. Всех люблю, желаю помощи Божией, и дай Боже нашим гонимым христианам, истинной православной церкви пережить все.